Здравствуйте, меня зовут Максим Ефимов, вы на канале Акара. Сегодня я хочу рассказать о мормышечных снастях, а вернее о мормышечных снастях для начинающих. Этот ролик будет интересен только им, потому что буду рассказывать совсем азы, чтобы собрать этот набор и поехать на рыбалку. Как известно, любая мормышечная рыбалка невозможна без самой мормышки. Мормышек, выбор, в магазин придете, там просто огромнейший. Как по формам, так по размерам, по цветам. Я считаю, что для первого раза достаточно купить одной формы. Это классическая капля. Выглядит она следующим образом. Они могут быть абсолютно разных размеров. От двух до очень больших размеров. Но обычно на рыбалке используется, именно на любительской, куда я вас и отправляю, где-то 3-4 миллиметра. То есть ориентируйтесь на этот размер. Три миллиметра, четыре миллиметра. Бывает там три с половиной. В принципе, в этом промежутке можно брать. Цвет, на мой взгляд, тоже не особо такой важен. Берите золотой, серебряный, медный. Они все рабочие, все будут ловить рыбу. Соответственно, если водоем не очень глубокий, то достаточно трех миллиметров. Если водоем свыше четырех-пяти метров, то, конечно, лучше мормышки побольше. Четыре, даже до пяти миллиметров. Но я говорю, все зависит от водоема. Чем глубже, тем мормышка больше. Чтобы лучше тонуло. Следующий элемент, который тоже обязателен на мормышечной снасти, это леска. Для первого раза, пока вы так не разберетесь, лучше брать где-то в районе 0,1-0,12 миллиметров. Это, наверное, максимально. Если, конечно, у вас какая-то там сумасшедшая рыбалка и ловится рыба очень крупная, ну, конечно, имеет смысл ставить потолще. Я обычно ставлю даже на любительской, редко когда 0,12-0,1, иногда даже 0,08 приходится ловить. В основном 0,1. Это для любительской рыбалки основная моя лица. Цвет лески не принципиален, но я считаю, что лучше брать прозрачную. Это самый такой оптимальный. Следующий элемент это кивок. Кивки также бывают пластиковые, бывают металлические. Металлической пластинкой или пружинкой. Ну, так вот, выбирайте вот такие вот. Это ловсановый кивок, очень такой простой. Они обычно одни из самых недорогих, но, на мой взгляд, они лучше всего подходят именно для мормышечной рыбалки. Его, естественно, надо будет правильно огрузить. Сейчас я об этом рассказывать не буду. У нас уже снято на эту тему несколько видео. Посмотрите на нашем канале, увидите их. Там рассказано о том, как правильно огрузить, какой размер нужно подобрать. Ну, теперь перейдем к удочкам. Удочек тоже огромный выбор в магазинах. Зайдете, ну, всегда увидите там их. Не один десяток лежит. Соответственно, для мормышки подходят те удочки, на которых нет колечка. То есть на хлысте, ну, просто хлыст и все, без всего. Я лично предпочитаю, вот у меня в наборе в моем рыболовном, когда я еду на любительскую рыбалку, удочки вот такого плана. То есть а-ля балалайки. То есть они могут быть вот такие плоские, немного, чуть-чуть такие сферические. Ну, принцип один и тот же. Там одинаковая шпуля. Сюда наматываем леску, ну и прикрепляемся. Вот эти удочки с подставочками, их можно будет ставить, если вы не ловите на игру, а ловите на стоячую снасть, то вполне подходит. Многие любят, чтобы была такая вот катушка открытая. У нас тоже вот такие вот есть удочки. Тоже они очень удобные. Хлыстик мягкий. Рассчитаны они тоже именно на мормышечную снасть. Наверняка вы в магазине увидите удочки вот такого плана. Ну вот я специально ее такой нашел. Они обычно самые дешевые, но вот здесь я экономить не рекомендую. Лучше взять что-то такое вот такого плана, чем вот такого. Она очень быстро выходит из строя. Вот эти вот все рычажки отламываются. В общем, дешевые китайские поделки. Хотя есть и российского производства. Ну, принцип тот же самый. То есть не рекомендую. Они, во-первых, и тяжелые, неудобные. Так что не стоит. Следующий элемент, который нужно обязательно взять на рыбалку, это коробочка под мотыля. Ну, я тут для примера взял вот такую вот пенопластовую. Я думаю, вам будет достаточно даже такого размера. Я с собой вожу. У меня коробочка наколенная. Она специально крепится на ногу. Ну, для начинающего она не обязательно. Вот достаточно такое, которое можно убрать в карман. Сюда покупаете крупного мотыля. Ну и храните, естественно, на теле. Никогда не оставляйте ее на морозе. Потому что даже в пенопластовой коробке мотыль замерзнет ну полчаса максимум. Он там будет живой. Дальше все. Еще один немаловажный элемент это черпак. Ну, у меня вот он вот такой вот металлический, очень надежный, крепкий. Они могут быть как пластиковые. Ну, лично я до определенных морозов, там до минус десяти, вообще черпаками не пользуюсь. Но не рекомендую вам так делать. У меня уже просто руки привычные. Я рукой отчерпываю. Мне так удобнее. Но на самом деле даже у меня черпак всегда лежит. Потому что мороз, ветер сильный. Рукам будет некомфортно. Поэтому всегда покупайте черпак. Это вещь нужная, необходимая. Ну и ловить так будет удобнее. Так как вы едете в первый раз, а новичкам, как обычно, везет, как говорят, рекомендую приобрести все-таки багор. Он, конечно, пригодится не только на морозочной рыбалке. На любой может понадобиться. Может и не понадобится. Но, как я говорю, новичкам обычно везет. И именно в начале своей карьеры ловится всегда самая крупная рыба. Потом даже вспоминаешь, вроде бы уже и опыт больше. А рыба почему-то вот такая крупная уже не ловится. Вот поэтому, чтобы не произошел такой случай, чтобы поймали рыбу крупную, но не смогли ее втащить в лунку, ну вот багор. У меня здесь такой двойной он. Но лучше взять, наверное, одинарный. Он будет попроще, поменьше. Здесь такой вот разборный. Они бывают телескопические. Разные багры. Не надо только брать багор для летней рыбалки. Там такие мощные багры. Это излишне. Особенно если вы ловите на мормышку. Ну и последний элемент. Это такой элемент спасения, скажем так. Он тоже вещь нужная. Это вот такие вот. У меня здесь вот такие спасалки с шипами. Ну то есть, понимаете, когда, если вдруг, не дай бог, вы провалитесь под лед, можно будет вылезти. В принципе, эта вещь нужная. Покупается один раз и, по большому счету, на всю жизнь. То есть лучше ее купить. Ну и, как говорится, ездить на рыбалку спокойно. Есть еще, конечно, много элементов. Это касается как одежды, ледобуров. Но об этом мы снимем отдельные ролики, потому что тема довольно широкая и требует более серьезного разговора. Ну а так, вот такой вот простенький набор. Мормышка вообще, на мой взгляд, снасть одна из самых простых в зимней рыбалки, не требующая таких вот огромных знаний. Довольно легко осваивана. Поэтому рекомендую на нее ловить. Для меня это вообще моя любимая вид рыбалки. Поэтому я о ней знаю много. Задавайте вопросы, я всегда на них отвечу. Если у вас что-то там, ну какой-то потребуется совета, обязательно его дам. Так что обращайтесь. Всего доброго. С вами был Максим Ефимов. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok